Вот все это делаем. Вот, пожалуйста, что сможем. Смотрите, нам надо все это. Сейчас подсохло, можно уже ложить шею, шпатель и все это делать. Если соседи ремонт уже хотя бы начали, то Анатолий Буйнов до сих пор готовится. Его квартира на самом верхнем четвертом этаже. Она пережила и пожар, и летние дожди. Двери рассохлись, то рассохлось. Вот сейчас только можно начинать ремонт, там уже все начинают более-менее прогреваться. А так они были все холодные, влажные, не закрывались, везде все сыпется. И как делать? Ремонт, если там люди ходят, кидают кувалды, кидают инструмент, кидают трубы. Все падает, сыпает. Был бы я на третьем этаже, у меня вообще бы было по фигу. А это же четвертый этаж-то. На чердак подняться может кто угодно. Люки во всех подъездах не закрыты. О том, что здесь были гости, говорит бытовой мусор, бутылки и окорки. Еще удивительно, что снова не произошел пожар. Крышу все же покрыли, но на чердаке масса недоделок. Уже конец октября, а слуховые окна на чердаке до сих пор не закрыты. Люди боятся, что если пойдет снег или дождь в их квартирах, где идет ремонт, появится еще и сырость. По словам Нины Михайловны, у дома чуть ли не до прошлой недели. Были проблемы со связью, не могли починить телефон. У пожилой женщины есть и другие замечания. Видите эти стояки, трубы-то идет чернота. Не заменили. Мы не говорим на лестнице клетки, не поймите, что с проводами-то. Это ладно. А этот дом вроде повеселел, крыша новая. В последний раз рабочих на чердаке видели две недели назад. У жителей надежды, что эту зиму они переживут благополучно, практически не осталось. Все это на плечах самих утопающих. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».